Всем привет! Меня зовут Виктор Багутский, школа программирования и тестирования PASV. Я покажу несколько слайдов, в которых я очень кратенько расскажу, кто я такой, чем мы занимаемся как школа. И потом перейдем к теме урока. А тема урока у нас сегодня очень интересная. Это как новичку получить опыт, как новичку стать опытнее, как новичку получить хорошую запись в резюме, которая будет отражать это. Да, и я пока, пока вот мы начинали запись, я спрашивал, откуда вы меня знаете. Да, есть хорошие, хорошие отзывы. Тут пишут, что и моя подруга училась у Кети. Да, прекрасно. А я буду параллельно читать еще чат. Начнем с того, что я занимаюсь программированием давно. Конечно, время летит быстро. Я помню, что первую свою книгу по вебу, по HTML, по скриптам CGI я купил где-то в 2000 году. Все очень так развивалось интересно, потому что вся информация была доступна в книгах. В 2004 году мы начали с моими друзьями, мы начали таки зарабатывать на наших знаниях. Мы делали сайты, потому что в начале 2000-х это было безумно актуально. Каждый микро-нано-предприниматель считал своим священным долгом напечатать визитки и сделать свой сайт. Ну, сначала сделать свой сайт, а потом напечатать его на визитках. И поэтому мы обслуживали эту категорию людей. Я в тот момент учился в университете. Я учился в Киеве. Но я не учился в университете, посвященному каким-то типа КПИ. Я учился в экономическом университете. И это был, в принципе, не мой осознанный выбор. Ну, в общем-то, время прошло хорошо и весело. После этого было много всего интересного. Были тоже мой разный опыт предпринимательства. Один из очень интересных кейсов — это магазин обуви и одежды, который очень как бы нас так мотивировал в эту всю сферу. Возможно, даже так скажу. Этот момент стал одним таким переломным моментом перехода из, ну, перехода в такую вот активную форму всяких экспериментов, в том числе в интернете, в том числе, которые еще приносили деньги. Поэтому мне эта сфера, она очень нравится. Я люблю веб в том виде, в котором он существовал, и в том виде, в котором он развивается. И я работаю как... Я работаю фронтенд-разработчиком. То есть мы делаем... Моя специализация в том, чтобы делать приложения. И с 2011 года в разных формах я преподавал новичкам программирование и разработку сайтов. Потому что в 2011-2013 годах это тоже было актуально, хотя уровень сильно поднялся. В 2016 году мы переезжаем в Америку с моей семьей. Я, моя жена, вот она тут, вот с этим сыном. В Америке у нас появилось еще трое детей. Тут не видно самого маленького. И мы начали делать тоже... Точнее, начали делать разные эксперименты, потому что на месте сидеть не хотелось. Я по очень счастливой случайности устроился в Apple, где проработал два года. Много интересного там узнал. Хорошая такая корпоративная жизнь. Все так размеренно, качественно и честно, можно сказать. Мне очень там понравилось. Но я там не решил как бы не засиживаться. Поэтому после этого я работал в некоторых стартапах. Потом в некоторых больших конторах типа Equinix и eBay. Я, уволившись от Equinix, я только тогда понял, насколько это огроменная компания. Просто какой-то этот пирамида, этот айсберг. Да, в eBay я тоже работал не очень долго. После этого, ну как бы, в принципе, в тот момент уже наступило, когда было пора принимать какие-то более серьезные решения. Я ушел для того, чтобы полностью работать в школе. И сейчас я полностью работаю в школе. Загружен с утра и до вечера. Одни из наших активностей — это буткемпы. Мы организовываем вот в этом доме, где есть. Вы можете посмотреть на YouTube Pass Bootcamp. Вы увидите, что там вообще происходит. Вы можете просто написать пауз в буткемп и посмотреть какие-нибудь видосы, которые будут так, видео. Вот здесь. Вот можете посмотреть. В видео вы увидите все то, что у нас тут происходило. Разные. В разных, ну, может быть, кто-то еще там что-то запостил. Мы также ездим по разным городам, встречаемся с нашими студентами. Делаем кодинг-сессии. Я там что-то рассказываю доски. Это наши выпускники еще в Калифорнии. И наш принцип — мы обучаем с нуля. Мы обучаем с нуля, и все обучение проводится на практике. Поэтому ваша практика, она начнется сразу же с того, как вы начнете учиться. Ваша практика, ваш отчет начнется. Все преподаватели, кто с вами работают, опытные специалисты. И работают именно в компаниях США. Мы очень любим наших студентов. И один из принципов — так, чтобы все получили качественные знания, качественную поддержку и навыки. И как можем, именно вот толкаем, помогаем всем, чем можем. Да. Вот Зульфия говорит, очень довольна, что попала в эту школу. Есть сравнение с другой школой. Мы очень рекомендовали именно вас. Спасибо. Месяц учусь здесь, на QMNL. Узнаете много чего интересного уже и полюбила эту профессию уже. Зульфия, прекрасный отзыв. Меня очень вдохновляют успехи наших студентов. И мы скоро ведем такую практику, если, опять же, если вам интересно, вы сможете пообщаться с нашими выпускниками. Вы сможете назначить с кем захотите интервью. Ну, по крайней мере, с теми выпускниками, которые дали согласие на то, чтобы с ними связаться. И если вы захотите, мы также дадим их контакт. Да, вот наши менеджеры прекрасные. У нас Маша... Так, ну так. Вот наши менеджеры прекрасные. Лилия, Марина, Маша, Христина. Блин, я уже второй день забываю добавить Христину в список. В общем, она тоже есть. Поэтому с кем бы вы ни общались, вы можете им доверять. Ну, по крайней мере, кто есть на нашем сайте. Лилия, Марина, Маша, Христина. И, скорее всего, вы будете общаться с ними в Телеграме. Обязательно напишите им в Телеграм. Они на связи. И любые вопросы они вам ответят. Что делаем мы для того, чтобы у наших студентов появился настоящий опыт и практика? После базового обучения, когда оно еще идет, когда оно идет, но когда вы уже, в принципе, готовы, вы можете переходить на стажировку. Что из себя представляет стажировка, практика и так дальше? Когда вы уже умеете что-то делать, хоть вас добавляют в проект. У нас в разное время происходят разные проекты. Вот мы один проект закрыли. Ну, точнее, закрываем. Там еще остались люди, у кого там есть свои задачи. Они там ведут. Но мы начинаем новый проект. Завтра будет с утра у нас созвон. Ну, не знаю, когда вы будете смотреть это видео. Скорее всего, когда вы будете смотреть созвон. Он уже был, и на нем мы, на этом созвоне мы объясняем, из чего будет состоять проект, в чем его суть. Каждый следующий проект, который мы делаем, он лучше, больше, сложнее, в чем-то интереснее и амбициознее. Наша стажировка внутренняя подразумевает следующее действие. У вас есть наставник, у вас есть менеджер, который вам помогает. У вас есть ежедневные дневные стендапы. У вас есть еще помощь одногруппников ваших участников. Там есть некоторые очень уже опытные люди. Причем даже те, кто работает, они приходят на стажировку для того, чтобы, несмотря даже на то, что они работают, они приходят на стажировку для того, чтобы посмотреть, может быть, чего-нибудь новенькое, интересно, попробовать, и все к себе в копилочку. Также эта стажировка, она оформлена как компания, поэтому вы можете получить там background и reference check. Да, это очень полезно для вашего будущего. Что? Так, так, так. Ладно, переходим к нашим частям. Есть, кстати, вопросы по тому, что я вам сказал? Ребят, есть какие-то вопросы? Вы можете включать микрофон, вполне нормально. Если вы можете формулировать свою мысль, вы можете включать микрофон и говорить. Ага. Вы можете мне написать в Telegram, если вдруг захочется что-то вот такое специфичное спросить. И спрашиваю, да, обучение полностью онлайн. Но если это вопрос, то да. Хотя мы иногда встречаемся, но это так, чисто для общения. Вячеслав пишет, я из Киева, да. Привет, Вячеслав. Выходит, что эту компанию можно вписать в резюме, сколько длится стажировка. Вы на стажировке можете находиться сколько угодно времени. Вообще сколько угодно времени, ну, конечно, для того, чтобы вы могли, ну, для того, чтобы это вам было полезно. Но мы никого со стажировки не выгоняем. Столько, сколько угодно. Также у нас есть еще помощь с трудоустройством. Это мы тренируемся, мы тренируем интервью. И вот со следующего, точнее, вот после Нового года мы вводим дополнительные занятия по английскому языку. Поэтому вот как раз вот вы сейчас, кто будет в новых группах, у вас будет еще дополнительное занятие по английскому языку, именно общему. Мы делаем практику интервью, мы делаем практику интервью на английском языке. Ну, мы будем еще расширять для того, чтобы вы смогли вообще хоть как-то разговориться необязательно про работу. Возможно ли пройти стажировку, если учился не в вашей школе? Да. Да, Анжелика, можно. Напишите менеджерам, они вам помогут, они с вами обсудят, что вы умеете делать. У нас есть задание вот в текущем проекте для... для... сейчас скажу, для кого. Есть фронт-энд, бэк-энд на джаваскрипте и на джаве. У нас есть там задание для девопсов, для UX и UX UI. Там есть не очень много, но также есть таски для мобильных разработчиков, для тестировщиков тоже разных мастей, то есть QAMN, QAvtomation, там с этим все хорошо. И если будет интересно, тоже напишите менеджерам. Они вам расскажут подробности, если нужно, там проведут конкретно презентацию по тому проекту в то время, в которое вы к ним обратитесь. Да, мы помогаем с техническим собеседованием, делаем mock-интервью и делаем еще bootcamp. Bootcamp это тоже к менеджерам. Bootcamp это для тех, кто уже в принципе как бы так более-менее разогнался. Не знаю, если вы чувствуете, что вам нужен bootcamp, тоже им напишите. Сегодня мы будем с вами обсуждать. Я вам буду рассказывать опять же свои наблюдения, свои советы. Вчера мы с вами говорили, я вчера вам тоже написал, точнее сказал те вещи, которые помогают улучшить коммуникацию и увеличить шансы в прохождении собеседований. Если кто-то был вчера, хорошо, если вы вчера не были, хотите получить эту информацию, можете написать просто менеджерам, у них это все есть, они вам могут выслать вчерашний. Сейчас мы говорим про очень банальные вещи, это опыт. Откуда взять опыт? Сколько писать опыта в резюме? Особенно если мы говорим про резюме. То есть опыт в резюме – это одна тема. Есть опыт реальный. И спрашивают, извините, у меня пропадала связь, можно ли компанию по стажировке вписать в свое резюме? Да, вы можете это сделать. Да, вы можете это сделать. Но опять же, если вы там проходили, потому что когда будет делаться бэкграунд-чек, то они спросят, проходил ли это какой-то человек. У нас был один случай, какой-то парень, не знаю, вписал, вписал проект, он у нас вообще никогда не был. И судя по всему, у него странное какое-то имя, он какой-то вот совсем-совсем не из наших краев. Да, он вписал нашу компанию, пришел запрос, но нет, мы сказали, он у нас не работал никогда. Поэтому это важно. Какой, спрашивают еще Мэйнол, какой спрос на рынке сейчас? С Мэйнола можно начинать учиться на тестирование, потому что Мэйнол – это часть автомейшна. И на Мэйнол спроса нет. Вот есть спрос на автомейшн. С Мэйнола вы можете начинать разгоняться, учиться, но рассчитывать, что вы будете работать именно чисто Мэйнол. Я вам не обещаю так, чтобы быть очень близким к реальности. Посмотрите на потребность, на вакансии, которые есть. Вы увидите, что на Мэйнол, ну, в общем, не густо. Поэтому вы можете начинать с Мэйнола, потому что это все равно как бы ступенька к автомейшну. Но идите все-таки в те темы, где нужно программировать. С экономливаем время. И спрашивают Айпа, если опыт 5 лет, на вопрос, сколько лет опыта по API и SQL, сколько писать? Хорошо, а давай этот вопрос чуть-чуть позже. Если вдруг я забуду на него ответить, пни, я отвечу. Вячеслав говорит, я вчера смотрел сайт Торонто, JobBank. Там QA требует знания программирования, опыт от года, зарплата 400 CAD. Ну вот, собственно, как бы в подтверждении того. Давайте посмотрим вот эти две вещи. Опыт, цифры. Причем это конкретно какие-то вот цифры. То, что вы пишете в резюме. То есть в резюме это цифры. Это цифры. Реальный это уже тот опыт, который у вас есть. Это будет, скорее всего, Q... Хотел написать вопросы, вопросы и ответ. То есть здесь это то, к чему будут вопросы. Давайте так напишем. Это то, что можно будет проверить. То, что вы пишете в резюме, это просто какие-то цифры. Ваше резюме – это ваш такой рекламный буклет, по которому вы описываете, говорите, кто вы такой, насколько вы, насколько вы хороши. И если вы напишете о себе, если вы напишете о себе скромно, это будет, это будет просто ваше... Ну, короче, это ваше... Ну, будете наговаривать на себя. Поэтому резюме, оно должно быть, соответственно, очень рекламным. Оно должно быть очень продающим, очень заметным. Все точно так же, как в макияже. Вот таким же... Вот таким и должно оно быть. В общем, оно должно привлекать... Ну, как бы, если мы говорим про какой-нибудь такой вот концертный макияж, должен привлекать внимание. И следующая часть, опыт – это ваш реальный опыт. То, с которым вы работали. По которому вам могут задавать вопросы. Отличается. Да, вот представим себе ситуация... Ситуация номер один. Ситуация номер один. У нас есть человек, который работал... Ну, давайте так назовем, работал в компании. Ну, просто не сказал. Работал, например, один год. Один год. Есть второй человек, который тоже работал... Работал один год. Работал. Какая-нибудь технология. Ну, допустим, JS. Да, любая. Одинаковые ли они? Одинаковые ли они? Даже если не работали в одной компании. Даже если они работали за соседними столами. Можем ли мы сказать, что они одинаковые? Нет. Они не одинаковые. Хотя компания одна, комната может быть одна. Год точно такой же, как и у того и у того. Но они не одинаковые. Этот вот их опыт, он не равен. Он абсолютно не равен. То же самое, ну, я вам привел такие примеры, что вот у нас за одним столом сидел человек и за другим, не знаю, как человека тут нарисовать, вот так, и за другим тоже сидел человек. Чем они занимались, мы не знаем. У них в резюме, у каждого из них написан просто один год. Я это вам к чему говорю? Это к тому, что цифры совершенно не отражают реальную ценность людей. Согласны? Ребят, кто согласен, поставьте плюсик. Можете кивнуть головой. Но плюсик я увижу, а как вы киваете головой, навряд ли. Поэтому в резюме, когда вот вы пишете резюме, вот вы что-то написали, один год. И другой тоже написал один год. Для рекрутера, вот для рекрутера, кто будет их смотреть? Для него это одно и то же. Для него это одно и то же. Если другой человек скажет, ну, слушай, ну, я в резюме напишу себе 10 лет. Напишу себе просто 10 лет. Ну, чисто ради, ради, ради такого социального эксперимента. Знаете, что, как бы, ну, сюда может кто-то придет, но основное внимание будет повернуто сюда. Будет повернуто сюда. Почему? Потому что он кажется, кажется, кажется более опытным. То есть всего лишь какая-то одна цифра меняет восприятие. Поэтому в резюме, причем, даже давайте скажем так, один год это может быть там такая цифра. Ну, давайте скажем, каждый из них работал по три года. По три года. Вроде бы, ну, типа один год, типа маловато. Ну, пускай они, каждый из них там работал по три. По три года. Прошло время. Прошло время. Если каждый из них напишет резюме слово в слово, слово в слово, то, скорее всего, у них результат будет примерно одинаковый. Но если не брать во внимание цифры, а кто-то из них, допустим, добавит себе определенных, определенные заслуги, назовем это заслуги, вот все из-за бейджа. А здесь этот человек напишет о своих обязанностях. То есть вот в этой части мы пишем про, давайте я здесь напишу достижения. Достижения. А здесь будет написано, опс, про обязанности. Как вы думаете, при одинаковых годах, кому будет доверие больше и о ком мы узнаем больше из них? Да, вот Зарон пишет, первая версия. Что такое достижение и что такое обязанности? Достижение – это когда мы говорим о том, что мы сделали. О том, что мы сделали. Да, Виктор пишет, результат работы. Именно. Это результат работы, который можно сказать. Я сегодня за день распилил, сделал, допустим, там в этих досках 500 распилов и получил, пусть там, 2 тонны каких-то там заготовок. Отлично, 2 тонны заготовок за день, 500 распилов за 24 часа. Супер. А в обязанностях приходить на работу, пилить доски. Понимаете? Здесь, допустим, 20 тонн и, скажем так, 500 распилов за, допустим, 24 часа. Здесь, может быть, обязанности, пилил, доски. Ну, я так возьму какой-нибудь такой рабочий крестьянский пример. Так, где мы видим, где мы видим больше? Там, где есть конкретика. Я вас очень прошу, пишите конкретно, пишите конкретно в ваших резюме то, что вы делали. Когда вас что-то спрашивают, отвечайте на тот вопрос, который вас спросили конкретно, без каких-то оправданий. Допустим, спрашивают. Расскажи, пожалуйста, о вашем, о твоем опыте, например, в разработке каких-нибудь там интерактивных приложений. Расскажите об этом опыте. Если у вас этот опыт есть, вы о нем говорите. Если вас спросят, как ты решаешь такую проблему, расскажите, как вы ее решаете. Какие у вас были, допустим, показатели по эффективности? Ответьте на этот вопрос конкретный, а не там, когда типа вроде бы говорю, вроде бы там развешиваю, так и так дальше. Такое, в общем, Юлю верчу. Нет, этого никто не любит. Никто не любит. Все понимают, что вы Юлите крутитесь, как уш на сковородке. То есть конкретно, особенно в резюме. Вот резюме нужно сделать для того, чтобы конкретно это все сформировать. Я вот это пишу здесь, и сейчас я это свяжу со следующей частью. Это с тем опытом, откуда вы это можете взять. На любой работе, на любой работе, на любом проекте, какой бы он ни был, большой или маленький, большой, реально большой проект. Или какой-нибудь крохотушечный проект, который вы делаете для себя, для вашего соседа, для вашей кошки, собаки. Вы делаете его просто внутри школы и так дальше. Его можно расписать в формате достижений, либо в обязанностях. Почему-то любит наш народ писать про обязанности. А это делать не надо. Не надо. Никому не интересно, что вы компьютер свой включали, выключали. Никому не интересно, что вы принимали участие в митингах. Ну и что, что вы принимали участие в митингах? Ну и что, что вы там... Мне интересует, вот я хочу нанять на работу тестировщика, я хочу нанять на работу программиста. Или, допустим, продавца. Или, например, водителя. Или, ну, кого там, охранника. Да? Или преподавателя для детей своих. У меня есть несколько, вот когда я общаюсь тоже с несколькими людьми, когда каждым говорит, я, допустим, человек, говорит, водитель, я спрашиваю, типа, расскажи, расскажи о себе, расскажи о том, как ты работаешь и так дальше. И они скажут, я там каждый день, каждый день я там мою машину вот так-то и вот так-то. Да, то есть за месяц я вот делаю вот такое-то, вот такие вот штуки обязательно делаю для того, чтобы машина была в хорошем состоянии. О, отлично, хорошо, понятно. Вроде бы как бы и обязанности, типа, содержать машину в хорошем состоянии. Но когда есть конкретика, что там происходит, мы уже понимаем. Либо, допустим, если это какой-нибудь там водитель, трак-драйвер, трак-драйвер, казалось бы, ну какие там достижения могут быть? Едешь, едешь на машине, возишь грузики с одного места в другое. Но даже если у нас есть трак-драйверы в чате, не знаю, будете вы у нас учиться или останетесь в своей сфере, это ваш должен быть осознанный выбор, то даже эту часть ее можно подать в качестве достижений. Допустим, за месяц перевожу, допустим, там 50 контейнеров. Каждый день проезжаю, допустим, там по 600 миль. Просрочка, допустим, там процент опозданий 2% в год, допустим, или процент успешных доставок, типа там 97% доставок вовремя. Ну вот такое, то есть да, может быть. Ну или там 100%, если у вас так. Допустим, там какие там режимы и так дальше. То есть вы говорите, сэкономил в своей компании, например, там 500 тысяч за счет того, что я делал вот это, вот это. О, хорошо. Обучил еще пятерых водителей. Прекрасно. Помог, там внедрил какой-то там стандарт качества не бухать на работе, например. А вообще молодец, как бы хорошо. Когда там сделал новую корпоративную культуру, с утра делать зарядку. Вау, классно. То есть вот это все достижение. А когда вы просто пишите в обязанностях умный, коммуникабельный, пунктуальный, дружелюбный и так дальше, просто, просто, просто тошнит. Никогда не пишите вот этих вот самых характеристик о том, что вы там умный, веселый, хвостиком махаете, привитый и так дальше. Никому это вообще не интересно. Это тошнотные тексты. Пишите только то, что мы можем проверить в формате истории. Вот эти вот, не знаю, если кто-то из вас помнит, это типа самохарактеристика. Бред, нафиг вообще, просто нафталиновая песня. Убрать вот эти самохарактеристики. Пишите только ваши достижения. И я вам еще расскажу. В любом проекте вы их можете сделать. Хорошо? Как бы вот мой кусочек тут закончился. Если есть вопросы, кто-то хочет прокомментировать, добро пожаловать, включайте микрофон, пишите. Думаю, сделать сайт – это обязанность. Создал 4 сайта за месяц достижения. Да, 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 Данил, все правильно. Типа там, пилил доски или пропилил 500 досок. Это вот уже конкретно измеримая вещь. Ребят, вопросы, предложения, комментарии к этому. Может быть, кто хочет рассказать свою жизненную историю. Нет? Да, нет? Есть вопрос, можно? Давай, давай, давай. Вы будете сейчас в рамках этого занятия рассказывать про то, как обрабатывается резюме специальными программами? Оно не входит в эту тему. Оно не входит в эту тему. Скорее всего, это нужно делать… В таком случае, это предложение. Да, я принял. На ваше рассмотрение, да. Я принял, да. Вокруг этого много мыслей. Я вам так скажу. Ваше резюме при обработке специальными программами может потерять определенную такую вот резкость, шероховатость, индивидуальность. Потому что специальные программы, они вам дадут какой-то очень устремленный результат. Ваше резюме, пускай оно будет слегка такое резковатое, пускай оно будет такое шершавое, но в нем будет особая такая аутентичность. Вот будет чувствоваться, что его писал такой живой человек. Может быть, немножко с таким, как бы, ну, где-то там рисковато, может быть, где-то острые темы какие-то, но это живой человек. А особые программы, назовем их, обобщим их, скажем, это какой-нибудь там чат GPT, сдаст вам что-то усредненное, какую-то такую как бы вялую рыбу. Вам это не надо. Вам это не надо. А я не про это. Я про то, когда вы подаете резюме, и уже после того, как вы его подали, определенные программы его читают, и резюме должно быть написано по определенным правилам, скажем так, с ключевыми словами и так далее. Я вот про вот это. Хорошо, хорошо. ATS, правильно, да-да-да, кто-то написал в комментариях. Да, да-да. Ваше... На что они анализируют? То есть давайте идти от обратного. Они-то анализируют на что? На наличие определенных ключевых слов, на их повторения, на какие-то комбинации. То есть они не... Понимаешь, просто сделать ресурс, который бы анализировал глубоко, то нет. Пока что это... Ну, скорее всего, он когда-то будет, но нынешние их алгоритмы в дешевом варианте, который можно себе позволить, просто анализируют на сопоставление. То есть у нас есть вакансия, у нас есть резюме. Насколько оно как бы между собой пересекается. Пишет, звука нету. Не знаю, у меня звук есть. Я себя слышу. Да? Можно я скажу это самое, если там можно? Давай. Я там вчера посмотрел, это же JobBank тут в Канаде у нас. Ну, так ради интереса. Потому что это же QA automation там. Ну, там в основном такие вот разные компании, требуют по-разному. Ну, в основном это что там идет туда? Python, JavaScript, Java там, кто HTML, кто CSS, кто PHP. Что-то видел. Там одно скала Ruby. Я не знаю, что на нем там делают. Вот, потом еще был этот самый C++, C++. К делу, к делу. К делу. Кешарт. Ну, так вот и как бы просмотрел ради интереса, что там требуется. Ну, в основном все такие вот программы и хотят, чтобы пришел, чтобы кто-то знал, кстати, программ. Я вам рекомендую сделать следующим образом. Посмотрите на вакансии. Идем от обратного. От обратного очень хорошая техника. Посмотрите, что требуется. И вот то, что требуется. Обобщите себе. Не берите только там одну вакансию. Возьмите 10-50 вакансий. Обобщите, что там нужно. И вы увидите тренд. Вы увидите тренд, о котором я говорю уже много лет. О том, что учите тестировщики программирования. Это вас спасет. Это вам сохранит и обеспечит работу еще на годы вперед. И смотрите требования. Смотрите инструменты, которые хотят. Если вдруг вы работали с каким-нибудь фреймворком, а тут вдруг начали почему-то спрашивать другой фреймворк, ну, подучите его, посмотрите. Если вы у нас в школе, то спросите у преподавателя, стоит ли его делать, не стоит, легкий, сложный, какие-то там рекомендации. Вам любой из преподавателей скажет в своей сфере, надо это или не надо. Есть некоторые слова, которые многим нужны компаниям, и вы их вполне возможно будете использовать. Там не очень сложные вещи. Пару дней, неделя, и вы в этом разобрались. Не обязательно вы там эксперт, но вы хоть понимаете, что это такое. Вот это намного лучше понимать не на уровне эксперта, понимать на среднем уровне, чем вообще это не писать. Просто рекомендую. Теперь давайте о том, как прийти вообще к достижениям. То есть вот этот вот вариант, это плохо. Это реально плохо. И пересмотрите свои резюме. Пересмотрите свои резюме. И прежде чем их отправлять на проверку, мне или нашим менеджерам, перепишите их так, чтобы они писались в формате достижений. Достижения в QA. Виктория, я спрашиваю. Достижения в QA. Без проблем. Давайте вместе накидывать. QA. QA достижения. Какие могут быть достижения для QA-щиков? Давайте, говорите. Говорите, будем вместе собирать. Давайте, давайте, давайте. Кто может? Включайте микрофон. Пишите в чат. Так, сахибу у тебя микрофон. Да. Ну, какое? Давайте, давайте вместе. Давайте вместе. Так, чтобы не только я участвовал в этом телешоу. Для QA-щиков, какие могут быть достижения? Ну, что, звука серьезно нет? Создание эффективных тест-кейсов. Создание эффективных тест-кейсов. Да, допустим. Но нужно конкретно. Допустим, нужно конкретно. Когда вы будете писать тест-кейс, вы скажете, допустим, в день, в день, допустим, там, 300 тест-кейсов создаю. В среднем создаю, в день, так, хорошо. Второе, допустим, critical, critical bugs. У вас должно быть, там, 2-5 историй про critical bugs. О том, каких, каких страшных critical bugs вы нашли. Это у нас такие histories. Третье, третье. По-моему, lot of bugs. Lot of bugs, да. Это прям, ну, critical bugs. У вас там должно быть по 2-5 таких, ну, историй, которые вы готовы рассказать прям сейчас. Найти таких багов, которые в компаниях, в которых уходили деньги, да. То есть, вы нашли такой баг, который, который влиял на деньги. И вы его, вы его победили. Да, это… Showstopper. Showstopper. Что, что? Showstopper. Не понял, что за слово? Я не заслышал тебя. Ну, баги, баги, которые деньги утекают, showstopper. Ага, да, 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 showstopper, да. Да, да, то есть, те баги, при которых шоу заканчивается. Да, да, да. И есть еще категория достижений. Смотрите, я бы вам так их выделил. У нас есть часть по… Есть продукт. То есть, есть баги и ваши достижения внутри продукта. То есть, что вы сделали для продукта. Баги всякие там улучшения, всякие тест-кейсы и вот эта вот там ежедневная возня. Есть еще компания. То есть, что вы сделали для компаний. Какие улучшения вы сделали для компаний. И ваши сотрудники. Employee. То есть, что вы сделали для сотрудников. Давайте их, ну, пофантазируем и представим, какие вот в любом продукте могут быть достижения. Вы пишите конкретное количество тест-кейсов. Вы пишите конкретное, сколько денег вы сэкономили внутри этого продукта. Ну, это и к компании тоже относится. Вы составили здесь документацию. Да, вот здесь в продукте. То есть, написали документацию. Здесь идут же процессы, которые вы сделали. То есть, документация и процессы – это те слова, с которых вы должны начинать всю эту штуку. То есть, то, что вы там, ну, баги находили, хорошо. Но от вас также хотят, как вы участвовали в процессах. Это может немножко быть даже важнее от тех страшных багов, которые вы нашли. Но история про страшных багов, особенно багов, ну, есть баги про деньги, да, а есть баги про security. И вот баги про security – это вы обязательно расскажете, что вы нашли, ну, желательно так, чтобы вы не были в вашей копилочке. Причем не всегда обязательно, чтобы этого бага нашли именно вы. Ну, нашел ваш сосед. Ну, вы тоже можете эту историю себе рассказать. Чем более интересные у вас будут истории, тем больше вероятность, что вас захотят слушать. Ну, я не рассказываю про страшных багов. Но если вы их находили, замечательно. Процессы, документация – это все к продукту. В компании. Что относится к компании? Что может относиться в достижениях внутри компании? Это опять же процессы. Да, сюда опять идут процессы по продукту. Здесь также может быть то, что ваша роль. То есть вы стали там, допустим, тимлидом, вы управляли каким-то уже микросообществом, микрогруппой. Пускай даже там три человека, три-два человека, вы там были тимлид по вашим результатам. Хорошо. Так, что еще может быть, какое может быть достижение на уровне компании? На уровне компании это могут быть митинги. Так, это могут быть митинги. Это могут быть выступления на каких-то презентациях. Это вот сюда относится. То есть вы там стали инициатором чего-то, особенно инициатива. Вот, это все сюда, в компанию. Если там стал инициатором создания нового процесса, стал инициатором создания нового шага в тестировании. Или, допустим, упразднили что-то, что, в принципе, там мешало, не мешало. Там вмешались, там улучшили саппорт. Там вы не занимались в своем отделе, но вы помогли другому отделу что-то сделать. И вы, да, пишет Виктор, инициатор запуска проекта как тимблит. Хорошо, да. То есть это все сюда. Это все сюда. Сотрудники. Что может влиять на сотрудников? Это новые сотрудники в компании. Это анбординг процессы. Так? Это также какое-то администрирование. Ну, это связано здесь. То есть как вы помогали сотрудникам внедряться? То есть, допустим, достижение. Вы сделали анбординг процесс для тестировщиков. И если раньше этот процесс занимал, например, два месяца, сейчас это занимает пять дней. Ммм, прекрасно. Да. Также вот тут пишут автоматизировал тест процессы. Да, да, это в продукте. То есть вы больше manual, вы их перевели в automation сферу. Да, да, да. Или, допустим, сказали, в продукте было соотношение такое, что вот столько было автоматизации, вот это все было manual. Вы их поменяли местами. Сказали, осталось только 5% мануального тестирования. Осталось после того, как я предложил перейти на новый фреймворк. Сам там сделал основную часть, научил, написал документацию. Вот. Да, хорошо. Обязательно. Не просто сделал, а сделал так, чтобы остальные люди, новые сотрудники могли туда идти. Понимаете? Немножко мы отклоняемся от темы собрания. Ну, я думаю, это тоже полезно. Да, ребят? Понятно? Есть какие-то замечания, комментарии, предложения, стихи, жалобы? Нет, жалобы нет. Хорошо. Хорошо. Движемся дальше? Движемся дальше? Или здесь что-то осталось еще не раскрыто? Да? Все нормально? Теперь. Супер. Теперь. Представим себе, что продукт — это, ну, некоторая какая-то там коробочка, некоторая коробочка, и к ней прикладывают усилия какие-то люди. Да? Какие-то люди прикладывают к нему усилия, и вот этот продукт как-то там движется, существует в пространстве и времени. Так, немножко, пару слов про Анжелика. Если по факту не было достижений, придумать и приукрасить. Не придумать, а подумать. То, что вы делали, то, что вы делали, это может быть достижение. Просто вы его для себя как-то обесценили. Подумайте просто о том, что... Подумайте вообще, что вы сделали. Вот если... Ну, навряд ли здесь есть люди, кому меньше 20 лет. Скорее всего, меня смотрят достаточно сознательные люди, кто заинтересован в получении новой профессии, и так дальше. И все с этим связано. Там деньги, слава, яхты, Роллс-Ройсы и так дальше. Ну, немножко проще. Там компьютеры, клавиатуры, новогодние свитера с оленями. Но, тем не менее. А дома в ипотеку. Мы говорим про то, что... Ну, точнее, то, что я говорил до этого, это про то, что посмотрите на ваши предыдущие действия, и вы увидите в этом очень много достижений. Очень много достижений вообще личных. Вот вы возьмите, я вам предлагаю такую практику. Мы это делали с участниками буткемпа в первый день. Вот в самый наш первый буткемп, в самый первый день. Я вам говорю, вот, ну, вы тут рассказываете... Ну, у них такие же были вещи. Я говорю, берите листики и пишите тихонечко себе ваши достижения по жизни. Какие могут быть ваши достижения в жизни? Вот просто давайте накинем. Просто любые, любые достижения. Любые. Ну, давайте, я вам помогу. Это хорошая практика. Займет три минуты, но, может быть, кому-то поможет. Я дожил до десяти лет, да. Да, потом до двадцати. Да, точно. Это хорошо. Давай, скажем так. Закончил школу. Закончил школу. Школу. Да? Ну, потому что есть люди, кто не закончил. Угу. Так. Вырастила, воспитала, воспитала четырех детей, да. Да, да. Давай я так напишу. Воспитала четырех детей. У кого цифра отличается, можете менять. Вот это переменная. Получил аттестат, диплом, кредит. Получил кредит, да. Получил алименты. Прекрасно, молодец. Ну, как бы, это тоже достижение. Кто-то их не плачет. Кто-то их не плачет. Влез в долги. Ну, это, это уже, конечно, это хорошая штука, но главное еще с ними расплатиться. А может быть, ты имеешь в виду, что расплатился с долгами. Да. То есть, да. Давай мы таки напишем. Расплатился с долгами. Такая небольшая практика. Кто нас смотрит. Потом отдал долги. Все это очень круто. Вот. Я как раз про тебя написал. Вот третий пункт. Купил дом. Кто там купил дом? Хорошо. Купил дом. Ну, потому что есть люди, которые не купили книгу. Морал пишет. Написал книгу. Морал. Очень хочется почитать свою книгу. Пришли. Ссылка у меня в Телеграм. Так. Написал книгу. Ну, если серьезная книга. А не о том, как я провел этим летом. Написал книгу. Да. Что еще у кого? Виктор научился варить макароны. Да. 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 Научился готовить. Готовить еду. Да. Потому что некоторые не умеют готовить еду. У меня жена тоже очень долго не умела готовить еду. Да. Ей, привет. Move to different country and become a resident. Да. Да. Переехать в другую страну. Ребята. Вот вы как-то это проигнорировали. Но переехать в другую страну и начать заново – это большое достижение. Так и давайте так и напишу. Переехал в новую страну. А то начинается в ютюбе надежь. Все, мы уезжаем. Все не так. Да. Виктор осторожно про жену. А, ну, не, все нормально. Она уже научилась готовить. Это ее достижение. Ну, как бы не так много блюд. Не такое большое разнообразие. И пока мы еще не дошли до достижения посолить по вкусу. Но, тем не менее. Тем не менее. Она где-то слушает, что ли. Так. Переобулся в 33 и сменил профессию. Да. Send kids to Ivy College. Да. Ну, смотри. Как бы это. Лига плюща. Отправил детей туда. Это, ну, серьезно? Как бы, ну, для… Вот если вы, если вы посмотрите, decide to change my career, да, я нашла из себя after my career, да, закончила школу программирования, получила сертификат. Тоже верно. Ну, это, ну, своего рода достижение, но это как бы маленькая ступенька к следующему. Но все равно это есть. Это есть. Все равно. Надеюсь, ваша жена не слышит про ее навыки. Нет, нет. Как бы, надеюсь, что слышит. Так. Гуля говорит, залезла в Килиманджаро. Отлично. Ну, смотри. Давай напишем. Гора. Да? Покорил гору. Райгу говорит, начала проходить собеседование и прохожу интервью-процесс. Вот, да. Вот. Я давай сюда напишу. Это интервью. Интервью. Видишь, у меня уже почерк интервью. Уже руки дрожат от такого этого. От стольких эмоций. Давайте ближе к нашей теме. Давайте. Так, допустим. Нафиша. Достижение. Говорить то, что думаю. Да? Говорить прямо. Это большое достижение. Это Нафиса. Супер. Ну, 10 пунктов сделали. Это упражнение делайте тогда, когда вы говорите о достижении нет. А достижение есть. Достижение есть. Ага. Светлана говорит, я смотрю Виктора больше, чем больше года. Ничего. Греетесь, греетесь. Да. Я думаю, что вы как бы в определенный момент, ну, вы можете долго это делать. Без проблем. Но имейте в виду, время, оно тикает. Сакуба пишет, получил работу. Это прекрасно. Это прекрасное достижение. Сакуба, получил три оффера и горжусь собой. Мои поздравления. Мои поздравления. Да. Это достижение. Теперь. Про проект. То есть проект, в котором вы участвуете, он может выглядеть как угодно. Он может быть красивым, блестящим, как этот вот бриллиант. Не бриллиант, а вообще какой-то сахар. Сахарный кубик. Без разницы, какой он может быть. Он может быть любой формы, любого там, любого вида и так дальше. Это не имеет никакого значения о том, как вы его представляете в своем резюме. Вот так. Не имеет никакого значения, в какой он форме был, в каком, что там внутри было и так дальше. Это очень важный момент. Да. Поэтому опыт вы получаете, когда прикладываете усилия для решения какой-то проблемы. для решения какой-то проблемы. Желательно так, чтобы эта проблема была связана с вашей специальностью. И чем больше вы сделаете этих решений и этих проблем решите, то тем больше будет вашего опыта. И здесь цифра в годах, она совершенно не связана с тем количеством подходов, которые вы сделали. Я хожу в спортзал 10 лет. Да, я хожу в спортзал 10 лет. А кто-то в спортзал ходит 6 месяцев. А мы, может быть, мы начинали с одинаковым пузом, да? Ну, я так про себя. Ну, может, про себя, про другого абстрактного человека. Про моего знакомого. И через 6 месяцев они выглядят совершенно по-разному. Ну, это значит, типа, мы кого ищем? Тот, кто ходит в спортзал 10 лет или тот, кто лучше выглядит? Мы ищем того человека, который сделал больше упражнений. Который сделал больше, больше бизнес-проблем решил. Понимаете? Я вас хочу вот к этой мысли подвести. Поэтому, поэтому опыт берется на практике только... Вот и секрет, ждали целый час, чтобы я вам сказал такие очевидные вещи. Да, то есть опыт берется на практике. Каким же образом получать эту практику? Какие проекты брать? По своей сфере. Если вы QA-щик, если вы QA-щик, найдите тот проект, в котором вы можете применить свои знания. Если вы не знаете, где взять этот проект, приходите к нам. Мы вас очень сильно озадачим новыми тасками и так дальше. И важно во всем этом, чтобы вы находились, чтобы ваш проект и ваши единомышленники, вот так их нарисуем, некоторые могут быть красивые, могут быть некрасивые, могут быть вам, которых вы понимаете, которых вы не понимаете, но у вас есть общая цель. Важно, чтобы вы находились в сообществе тех людей, которые делают это, которые находятся с вами в одном направлении. И внутри этого проекта вы делаете эти задания для того, чтобы наработать свой навык, для того, чтобы наработать этот навык практического решения проблем. Все проекты, которые выходят за рамки учебных, решают определенные бизнес-задачи. И цель этих проектов – бабки. Это капитализация, монетизация, все что угодно. То есть цель проекта – зарабатывать деньги. Это коммерческие проекты. И когда вы участвуете в коммерческих проектах, а не просто «сделаем еще какой-нибудь веселый тудо-лист», то все то, что вы делаете, сводится к тому, чтобы вот этот вот продукт завоевывал. Цель компании – это экспансия. Продукт завоевывал новых пользователей. И особенно, когда новые пользователи приходят в этот продукт и начинают им пользоваться, то вы, как участник этого проекта, вы, как участник этого проекта, понимаете, что вы причастны к большому либо продукту, может быть, не очень большому, но который решает чьи-то проблемы. Это очень такое позитивное ощущение, понимать, что вы делаете что-то полезное. Ваш вклад есть. И это, вот именно вот этот вот процесс, когда вы получаете обратную связь, он и дает уверенность, он и дает вот эту честность, с которой вы идете потом на собеседование, и вам не нужно ничего врать. Это плохо. Обманывать плохо. Вы рассказываете о том, то, что вы там делали, о том, что вы там делали, и о том, какой вклад вы принесли туда. И когда у вас у каждого есть десятки задач, то вам не нужно думать, типа, а какую задачку мне взять. У вас этих задач, вам project manager накидал столько, что вы можете там сидеть, не поднимая головы. Да, у нас есть определенные процессы внутренние, которые говорят, если вдруг вы не справляетесь с своей задачей, либо вы просрочили ее сдачу, то у нас там есть свой регламент, который мы проводим. Но внутри, внутри проекта вы делаете задачи. И мы нацелены на то, чтобы ваше участие было как можно интенсивнее, как можно интенсивнее, и чтобы все те задачи, которые вы делаете, то есть месяц, который вы провели на проекте, количество задач, которые вы там делали, он был сопоставим с намного большим периодом времени в какой-нибудь там обычной компании, enterprise, startup и так дальше. Ну, обычно там какой-нибудь там enterprise, когда там выдается два таска на человека в месяц, главное сделай и так дальше. То есть у стартапов чуть другая скорость работы, у них это обусловлено другими мотивами, у enterprise тоже они это делают тоже неспроста, но наша задача настолько вас погрузить в тему того, что вы будете делать, и чтобы вы с выполнением таска профессионально росли и с каждым новым месяцем могли брать новые, все более сложные задачи. И в какой-то момент вы поймете, допустим, что вот внутри проекта вы делаете какую-то часть, через месяц вам уже могут дать побольше, потом могут быть побольше, потом могут быть еще побольше. И вы понимаете, что ваш вклад и вот ваши достижения, они могут быть сюда уже написаны вполне оправданно. То есть вы не взяли какие-то свои чужие, откуда-то там притянули, это ваше, это вы это сделали. Чьи это достижения? Мои. Потому что я сделал эту фичу, и каждому человеку, каждому человеку, который находится в проекте 5-6 месяцев, ему есть о чем рассказать. Ему есть рассказать. И вот эти люди, у которых там 5-6 месяцев находятся в проекте, они очень быстро потом, ну, как бы этот, они очень быстро потом себя продают. Потому что они говорят о том, что они делали, они рассказывают о своих, пускай даже обязанностях, о своих достижениях, о том, с какими технологиями они работали, с какими связками они работали, какие бизнес-задачи они решали. И если их спросить какие-то уже уточняющие вопросы, они не рассыпятся, потому что их подловили на чем-то. Они настоящие, настоящие разработчики. И наша задача после, допустим, у вас будет 2-4, может быть, там 5 месяцев на школьные проекты, после этого перевести на проект, в котором вы будете прогрессировать очень быстро. Очень быстро. Это наш подход. Это наш подход. Кто-то идет своим путем, говорит, нет, я знаю лучше, я делал точно так же, в какой там... Мы делали с моим товарищем... Можно подробнее о проектах? Да, я сейчас расскажу. Я расскажу как бы о своей эволюции в проектах и потом расскажу о тех проектах, которые мы делаем. Я знал, что как бы, чтобы развиваться как программист какой-то новой технологии, нужно для них что-то делать практическое. И в каком-то там году появился новый фреймворк на PHP, Falcon, и мы решили, что как бы надо с ним попробовать что-нибудь сделать. И вот началось тогда вот мое погружение вообще в проектную работу. Чем меньше людей задействовано в проекте, тем вяле проект тянется. Это такое. Но когда набирается какое-то количество умных и активных разработчиков, он просто летит. Это, своего рода, такой кураж. Если посмотреть на наши там эти коммиты в GitHub, там новогодняя ночь, 31 число, то есть там все, и 31, и 1, и 2, то есть там постоянно что делать, потому что это затягивает. Это придает такую... Это такая... Кто любил играть в какие-то игры, это такой азарт, когда ты понимаешь, что ты делаешь, получаешь результат, получаешь какое-то подкрепление. И это даже не столько, я делаю для того, чтобы получить некоторый опыт. Нет. Это... Ну, на такой эмоции можно неделю сидеть. Но когда вы знаете, что вы это делаете, это используется, это потом... И вы потом проверяете, получаете обратную связь, потом пользователи это берут, это... Ну, это особое, особое ощущение. Поэтому, если вам это интересно, добро пожаловать в клуб. Я хочу рассказать о некоторых проектах, которые мы делаем. Вообще, завтра. Завтра будет презентация для наших студентов, и также для тех, кто заходит в проект только на проект, на стажировку, будет первая встреча. Если вы успеваете туда попасть, напишите менеджерам, они вас добавят туда. То есть напишите менеджерам, с кем вы работаете. Вот кто там у нас? Лилия, Марина, Маша, Христина. Напишите кому-нибудь из них, если вы хотите попасть на проект, потому что завтра мы его... С утра будет основная презентация. Мы делаем новый проект. Основная его идея это... Назовем это бизнес-конструктор. Пока еще... Какого там... Так. Прямоугольник хочу нарисовать прямой. О, вот. Близко. Молодец. Это бизнес-конструктор, в который мы передаем некоторые команды. То есть в идеале это сделать так, чтобы был какой-то посредник, какой-нибудь там модуль, внутрь которого пользователь подает команды. Что нужно сделать с его бизнес-конструктором? Конструктор по управлению бизнес-процессами. Он говорит... Давай... То есть он может это говорить. То есть мы будем подключать сюда, вот в эту часть в модуль. Тут будет некоторый AI в виде пока что там чат-GPT API. И сюда будут даваться еще дополнительные документации. Сейчас я напишу. Документации будут подаваться сюда. И когда он будет давать ему команды, эта часть будет взаимодействовать с нашей системой. И он будет говорить, допустим, сделай, пожалуйста, мне новый пункт меню, отчеты. И хочу в этих пунктах отчеты видеть... Видеть... А... А... А...